всем привет вы на канале set life и это пятая заключительная часть биографии немецкой группы power wolf начнем в 2021 году в условиях отсутствия концертных выступлений немалое количество коллективов начали осваивать новые форматы например транслировать в интернете в прямом эфире свои концерты однако даже новое приедается поэтому если у вас есть какие-то соответствующие возможности креативное мышление можно устроить кое-что покруче именно так и поступил наш немецкий квинтет закатив в декабре в 2021 году стриминг-концерт под ним который получил название в монумент алмаз здесь осуществляется театральное представление на сцене с пиротехникой с видео рядом там чего только нету в монумент алмаз cinematic metal even сам по себе просто сборник и даже концертным альбомом в традиционном смысле его не назовешь так как публики нету так что в данном случае поклонникам следует покупать версию на dvd или на blu-ray 11 октября 2022 группа powerwolf выпускает клип на композицию мои выл бидон а 28 февраля 2023 выходит клип на композицию но у прайор это мид на это и вот спустя год феврале 2024 года группа powerwolf заканчивает запись нового альбома который получил название wake up the week и намечен выход на 26 июля 2024 года кроме того что группа готовит к выпуску новый альбом powerwolf объявили о летнем туре по северной америки и осенний тур по европе в преддверии выхода альбома 17 мая выходит клип на композицию фифте эти nine где за основу была взята история имевшая место быть в 1589 году в одном из немецких городков здесь не такие масштабы конечно как у живоданского зверя но сюжет истории которая легла в основу композиции довольно таки интересен я вам о ней сейчас поведаю некоторые моменты в своем повествовании я немного буду смягчать так как youtube может заблокировать это видео из-за чрезмерной такой кровавой цензуры ссылку на историю со всеми подробностями я прикреплю в описании там текст он небольшой буквально минут на 10 читать в конце 16 века город бетбург германия был терроризирован дьявольским существом который убивала скот и похищала женщин и детей убивая их с невыразимой жестокостью потрясенные охваченные ур ужасом горожане боялись что они стали жертвами беснующего демона из ада или что не менее скверно кровожадного оборотня который жил среди них кто вообще был такой петер штум вот герой собственно главной данной легенды данной истории а петер штум был жителем городка бетбург что находился под кольном в германии общество знало его как довольно таки приятного человека вдовца отца двух детей дочь и сын его богатство помогало ему обеспечивать определенный статус и уважение а также влияние в обществе но это было такое публичное лицо петера его истинная природа проявлялась в удовлетворении жажды крови когда он одевал шкуру волка в течение многих лет фермеры в окрестностях бетбурга были охвачены странной смертью некоторых из своих коров день за днем в течение многих недель они находили на пастбищах мертвый скот разорванный как будто каким-то диким животным фермеры естественно подозревали волков но на самом деле это было началом неестественного стремления петера штума калечить и убивать вскоре это переросло в нападении на жителей деревни по жертвам дети начали исчезать со своих ферм и домов молодые женщины исчезали с дорог по которым они уходили ежедневно некоторых находили мертвыми ужасно изуродованными других так и не находили общину хватило паника голодных волков вновь заподозрили и жители деревеньки вооружились против животного некоторые даже боялись более коварного существа они верили в оборотней который мог незаметно появиться среди них в облике человека а затем превратиться в волка чтобы утолить свой голод так оно и было но смотрите чтобы вы понимали Петер Штум не превращался в волка буквально а прикрывался волчьей шкурой когда искал своих жертв на суде это забегая немного вперед Штум признался что дьявол дал ему в 12 лет там какой-то волшебный пояс из волчьего меха который когда он его одевал превращался в жадного всепожирающего волка он верил что когда он снимал пояс то вернул свое человеческое состояние Петер был невменяемым серийным убийцей и был ответственный за смерть 13 детей двух беременных женщин и бесчисленного количества домашнего скота и это были необычные убийства жестокость вообще и кровожадность который он убивал своих жертв просто зашкаливала в одном случае тройного убийства Петер увидел как двое мужчин и одна женщина прогуливались близ стен он окликнул одного из мужчин по имени притворившись что ему как будто нужно помочь немного с лесом когда молодой человек присоединился к нему вне поля зрения остальных Штум проломил ему голову когда мужчина не вернулся второй человек последовал ему на помощь и был тоже зверски убит испугавшись опасности женщина бросилась бежать но к сожалению Штум ее настигает и убивает позже были найдены изуродованные тела мужчин тело женщины так и не было найдено возможно самое жестокое убийство он припас для собственной семьи как я сказал выше у Петера Штума было двое детей имели место быть кровосмесительные отношения со своей сестрой там вообще очень большой вопрос от кого сын в итоге он избавляется от своего сына заведя мальчика в лес когда в поле были найдены конечности нескольких пропавших людей и жителей в деревне еще больше убедились что виноват вообще ну какой-то хищный волк и поэтому несколько охотников отправились со своими собаками преследовать хищника теперь вот эта вся история становится довольно таки странной мужчины охотились на существо в течение нескольких дней пока наконец не увидели его но согласно рассказу они увидели и загнали волка а не человека собаки преследовали животного пока не загнали скажем так ну в угол охотники были уверены что преследуют волка но когда они добрались до места где собаки загнали его в угол там просто съежившись сидел Петер Штум согласно рассказу Джорджа Боре Штум оказавшись в ловушке из которой некуда было бежать он снял свой волшебный пояс и превратился из волка в человека капец мистика просто на грани фантастики Штум был обвинен в оборотничестве он предстал перед судом и только под страхом пыток он признался во всех отвратительных преступлениях включая колдовство связь с дьяволом и историю вот этого волшебного пояса этот факт заставил некоторых исследователей вообще предположить что Штум на самом деле был невиновен а признание было получено под давлением и под пытками возможно сам Штум был жертвой так называемых суеверий и религиозного соперничества которое имело место быть в те времена то есть страх и убежденность в том что оборотень вдохновленный демоном может привести людей обратно так сказать к истинной церкви был ли он действительно серийным убийцей вообще или политической жертвой доподлинно неизвестно Питер Штум был признан виновным 28 октября 1589 года и его казнь была столь ужасной как и любое из его преступлений в которых его обвиняли этапы казни я не буду рассказывать на камеру мало ли там youtube заблочит это видео я просто сейчас выложу картинку и на картинке представлены вот эта вот гравюра и на картинке представлены этапы казни жертвами бетбургского оборотня по одной из версий стали порядка 18 человек ну что друзья вот и подошел к концу мой цикл видео репортажей в которых я рассказывал о биографии немецкой группы пауэр вульф группы которые как мне кажется сейчас находятся на огромной волне популярности бесспорно коллектив отличается от множества групп в своем жанре и музыкой и визуальной составляющей отличительной особенностью данного коллектива на мой взгляд является неизменное качество музыки и клипов яркость и продуманность обложеки буклетов фееричность концертов и вообще в целом шоу я думаю с уверенностью можно сказать что группа пауэр вульф это не просто коллектив музыкантов а настоящее волчье братство людей с очень богатой фантазией неисчерпаемым талантом преданностью своему делу и тягой к экстремальной музыке которую мы с вами с удовольствием слушаем к вопросу о том какая будет следующая группа на обзоре на моем канале я честно не люблю строить такие большие планы и кому-то что-то обещать на вопрос когда выйдет новый видеоматериал я тоже не могу дать точной даты но группы на которые я очень хочу сделать видео обзор это лондон автор миднайт США Риул Дамней Италия и Дарзамат Польша вот эти команды для меня представляют первоочередной интерес так что следите за новостями это был канал Сетлайв слушайте экстремальную музыку а я вам постараюсь рассказать о тех кто эту музыку пишет всем мир и до скорого Субтитры создавал DimaTorzok